Продолжение следует... В порядок строительной отрасли. Защищать честь Риги пришёл и мэр Нил Ушаков. Ему устроили настоящий допрос. Рижское стройуправо в среднем ежегодно получает 1300 жалоб на возможные проблемы в уже построенных зданиях. С изменением строительного законодательства в прошлом году усилились и превентивные проверки в постройках, уже сданных в эксплуатацию. Однако все здания не проверить. В стране нет столько стройинспекторов, чтобы обследовать все здания, сданные в эксплуатацию. Это невозможно, даже если бы налогоплательщики и оплатили бы такой огромный штат специалистов. Вместо этого нужно просто увеличить административные штрафы за нарушение при строительстве, а владельцев жилых домов обязать проводить регулярные проверки технического состояния своих зданий и сообщать о них в стройуправо. Сейчас же, пускай проверки теоретические проводятся, что с ними делать дальше, никто не знает. То есть целый ряд норм нового закона о строительстве еще не подкреплены правилами кабинета министров, их неотъемлемой частью. В столичном самоуправлении также заметили, что и в самом законе есть недочеты. Например, стройнадзор по-прежнему не должен постоянно находиться на объекте, хотя и не мешало бы. В случае, предположим, с заказчиком самоуправления, мы заставляем нашего представителя стройнадзора работать целый день и следить максимально за тем, что происходит на объекте. В случае с частными заказчиками это, естественно, работает не всегда. И мы видим, к сожалению, примеры, когда представитель стройнадзора находится, иногда, может быть, даже и, мягко выражаясь, неполный рабочий день на объекте, потому что у него много объектов, и, соответственно, дальше он эти все объекты и не может контролировать качественно. Присутствие на заседании комиссии Ушакова ряду депутатов явно не давало покоя и стало отличной возможностью задать самый главный вопрос. Скажите, какова цепь политической ответственности за эту трагедию? Кто за нее отвечает и какова ваша ответственность как мэра Риги? Я думаю, нам всем следует дождаться результатов полицейского расследования. Давайте не будем мешать им делать свою работу. Не получив ожидаемого ответа, Кайминч впоследствии повторил свой вопрос, а также поинтересовался уровнем коррумпированности Рижской думы. А вот парламентарий от регионального объединения Мартин Шитц вынес для себя и вполне решаемые недочеты нормативной базы, о которых обещает еще в комиссии говорить. Например, вопрос о квалификации строителей. Один раз в жизни. Далее цепь на всю жизнь оставшуюся работают. И нет никакой градации, строит ли он или предыдущая жизнь строение неизвестного архитектора с сердечками. То есть туалет может быть единственная работа. Он вдруг может взяться, там какой-то там огромный дом строить. Президент латвийского общества юристов, а в прошлом следователь с немалым стажем, Айварс Боровков указывает и на другие пробелы в системе, которыми пока мало занимаются. Как следует издание после каких-то событий, пожаров, каких-то крупных строительных работ, организации работы, чтобы поблизости не были люди, чтобы не проводились работы на двух уровнях. Похоже, это вопрос для следующих заседаний. Сергей Герасимов, Валтер Зелш, Латвийская телевидение.